Итак, продолжаем наше изучение книги Экклесиаз, практическое изучение книги Направление для размышления на наших домашних группах На семейных группах, на малых группах, какие мы проводим Какие могут вопросы возникать Или куда мы можем направить свою мысль И помочь людям задуматься над тем, как те истины, которые были изложены в Священном Писании почти 3000 лет назад Можно применить сегодня И это на самом деле актуально и сегодня И прежде чем мы продолжим чтение книги Экклесиаз Хотел задать такой вопрос Понятно, что у каждого из нас есть такое время, когда мы немного завидуем соседу Завидуем другу, начальнику, еще кому-то завидуем А зависть когда просыпается? Когда мы желаем что-то такое, что есть у другого, а у нас этого нет Но мы 100% уверены, что мы этого тоже достойны Понимаете? Вот 100% у нас это и есть такая внутренняя уверенность Ну и вот вспомните, когда в последний раз у вас такое чувство появлялось зависти А вот у него трава-то зеленее на огороде Может быть, кто-то из нас вспомнит школьные свои годы Когда действительно, скажем, вы увидели, что соседу поставили пятерку А вам не поставили, хотя, в общем-то, вы работали на уроке одинаково Ну почему? Я же тоже заслужил Наверняка это было, да, такое вот чувство Можно сказать, что это... Или портфель купили новый, вот какой у него, мне бы такой Я классный, вот он ходит с этим ранцем за спиной Или сосед делает евроремонт, а у нас нет денег даже на новые обои, обычные Но мы начинаем успокаивать себя, что он творует, а я честный И вот оно идет, такое успокоение По большому счету мы начинаем оправдывать вот этот свой собственный, так сказать, грех Своё собственное бревно Свою собственную зависть, да Но почему это у всех дети как дети, а мой балбес Ничего сделать не может нормально Это ведь тоже из этой же серии зависть Когда мы видим, что у других что-то получается лучше, нежели у нас Даже если мы и любим то, что есть у нас Ну, например, наших собственных детей, да Но вот это вот чувство какой-то неполноценности, чувство неудовлетворенности Что у других что-то может быть лучше, всё рождает в нас эту горечь Или когда в последний раз мы такую фразу произносили Эх, вот была бы моя воля, я бы тут сейчас Говорили такую фразу? Практически, получается, мы завидуем вот тому, чья тут воля Понимаете? То есть вообще, вот если так подумать, зависть само по себе Вот иррациональное совершенно состояние человека Ну, вообще так вот задуматься Нам кажется, что если вот у нас была бы эта власть, да То мы бы точно противостояли и коррупции, и всем соблазнам Ну, во всём бы выстояли И были бы абсолютно непогрешимы Вообще, святые бы, наверное, были Если бы нас Господь наделил какой-нибудь властью Ну, там, мэром города назначил Интересно, а что произошло бы, если нас Господь назначил мэром города? Готовы мы стать мэром или президентом? Это то, как раз, о чем мы вчера говорили Что важнее, цель или тем, кем мы становимся на пути достижения этой цели Понимаете? Как правило, вот этот путь достижения каких-то политических высот Становится очень таким пагубным для личности Как правило, мы не говорим всегда Ну, как правило Ну, и давайте посмотрим, что пишет Экклесиаст по поводу власти По поводу того, как мы можем завидовать Это книга Экклесиаста или проповедника, четвертая глава Будем читать с первого стиха И обратился я и увидел Всякие угнетения, какие делаются под солнцем И вот слезы угнетенных А утешителей у них нет И в руке угнетающих сила А утешителей у них нет И ублажил я мертвых, которые давно умерли Более живых, которые живут доселе Обложение их обоих тот, кто еще вообще не существовал Кто не видел злых дел, которые делаются под солнцем Вот давайте мы здесь сейчас немного остановимся и поразмышляем Вот до чего можно дойти, когда мы начинаем сравнивать с тем, что имеем мы И с тем, что имеют другие Что даже те, которые еще даже не родились Они гораздо счастливее, потому что они это зла вообще не видели Чем мы в земле живущие, да? То есть действительно вот эта зависть, почему мы говорим совершенно иррациональное чувство Когда мы начинаем сравнивать Когда мы начинаем людей делить, знаете, угнетателей и угнетенных Богатых, бедных Нет, понятно, что это есть на земле Но опять, это здесь мир под солнцем Причем Эклесиас подчеркивает, что на самом деле Вот даже мертвые, они гораздо счастливее Потому что они уже не завидуют никому Им не надо вот это вот противостоять злу Кто их угнетает, у них нет такого Для них проще Но с другой стороны Эклесиас-то как бы получается, что и те, и другие участники Одной жизни под солнцем и одного зла Вот подумайте Как бы к этому все идет Все равно Вообще все суета, сует, да? Если читать в общем контексте книги Вообще получается от нас мало что зависит Получается все, кто-то кого-то угнетает Кто-то где-то угнетатель, да? Есть обязательно начальник Обязательно есть подчиненный Которому нужно слушаться, подчиняться И в общем-то если у тебя нет ни власти, ни денег То получается ты изначально уже угнетаемый человек Но знаете, любой из нас Вот подумайте, ведь любой из нас Состоит в позиции и угнетателя, и угнетенного Если очень внимательно вообще не прослеживать Это состояние своей жизни Ну вот даже возьмем семью Скажем, если муж, будем так говорить В роли угнетателя своей жены Если жена вовремя не справляется с этим своим состоянием Она хочет, не хочет, но будет угнетать Детей Ну разными методами Слезами, мольбами или жестокостью, агрессией По-разному может быть Ребенок, получив это от матери Будет угнетать, ну например, домашнее животное Или если такого нет, ну будем так говорить Пинать плюшевую мишку Понимаете? То есть в любом случае Каждый из нас находится вот в таком состоянии Но по-другому это, мы говорили как Палач жертвы Действительно, когда мы встаем в позицию Палач жертвы И получается, что человек В общем-то, исходя из своей позиции Уже изначально мыслят тебя как жертва Ну допустим, вот в отношении в этом Жена неправильно реагирует на мужа главу Получается, она уже изначально стоит в позиции жертва Или изначально стоит себя в позицию палача И мужу очень тяжело здесь удержаться И не скатиться на роль палача Или на роль жертвы В зависимости, где себя так позиционирует жена Понимаете? Ну давайте проще возьмем Может быть муж и жена Это такая, знаете, очень горячая тема Давайте возьмем тему, так сказать Менее горячую, но не менее актуальную На работе начальник угнетает И возникают вопросы Ну тогда, естественно, все вокруг него кто? Жертвы! И куда им, бедным, деваться этим людям? Да, вот если вот такой начальник Ну не повезло с начальником Чтобы его попинать, да? Эту мишку плюшевую Кстати, мы не так советуем Но это не мешает Вы, наверное, помните, несколько лет назад Даже такое течение было там все говорили Вот в Японии, представляете? Делают манекен начальника Ставят у выхода с работы Чтоб там сотрудники, уходя домой Могли попинать этот манекен Там постучать по нему кулаком И вроде как легче стало Пошел домой, все, снял стресс Но агрессия, агрессия не побеждается Это уже сейчас Вот это все учение отмели Скажите, из-за этого сам начальник Перестал быть самодуром и палачом? А из-за этого мое состояние Отношения-то изменились на работе? А мое состояние жертвы просто временно Я превратился в палача А потом-то я все равно опускаюсь на жертву Эмоции ты выпроснула А сущность-то осталась Конечно Поэтому по большому счету, понимаете Я решаю То есть у меня такой начальник А я оказываюсь в таком понятии жертвы Выбор небольшой Быть жертвой или не быть жертвой? Всего два пути Либо перестать быть жертвой И вести себя нормально Либо оставить все как есть Но тогда уже не жаловаться Знаешь, вас все устраивает Побейте начальника мысленно Но вы же видите дальше В принципе, оно так и происходит И вот люди часто выбирают второй вариант Но при этом всем жалуются И когда к нам такие люди приходят С такими жалобами Но ничего не делали для того Чтобы перестали быть жертвой Мы говорим Мы не свободны уж Не надо Раз вы ничего не предпринимаете Ни в внутренней работе Ни во внешней Вас это устраивает Ну вот может быть Если взять такое крайнее проявление Вот это вот угнетатель Или жертва Палач жертва Помните рассказ Шолохова Судьба человека Там вот русский солдат Который попал в лагерь В концлагерь Его вызывает этот фашистский офицер немецкий Изначально позиции какие у них Этот палач А тут жертва Все, он вообще бесправен Ничего не может Он даже на жизнь не имеет права На имя свое не имеет права У него просто номер Номер такой-то прибыл Но когда мы смотрим этот фильм Вы знаете Советую вам этот фильм посмотреть Он буквально короткометражный Детом полчаса идет Возьмите, посмотрите И вы увидите Что в этом поединке Он не жертва Солдат оказался не жертвой Он устоял И не палачем И не стал палачем над офицером То есть там действительно Он держал четкую поэту личности Который уважает себя Позицию солдата С большой буквы Который выполняет свой долг Вообще замечательно И вот то же самое В общем-то мы должны Вот помнить для себя Когда мы на работе Вот с таким вот Скажем начальником Да, вы должны право иметь Высказать свое мнение Но будьте готовы К тому, что этот человек Может реагировать Ваше мнение не принять Даже в расчет Да, может быть даже И оскорбить вас Но вы имеете право Это не слушать Вы можете сказать Извините, это слышать не хочу Выйти Но вы должны быть готовы К тому, что могут быть Какие-то другие последствия Но опять Вот в этих других последствиях Как вы себя будете вести Как палач Над начальником Начнете его в свою очередь унижать Или же так и останетесь жертвой Или же все-таки Останетесь вот этим человеком Но тогда Если этот палач Будет продолжать вести себя По отношению к вам так же Понимаете Вы себе-то дали право Ну, быть собой Ну, значит Дайте ему право Быть собой Но вы Опять повторяю Вы имеете право На то, чтобы не слушать Его оскорбления Да Не пребывать в его присутствии Когда он в ярости И так далее И так далее То есть Определите вот эти права И тогда вы уже не жертва Ну, конечно Может быть такое Что уволится с работы Но это крайний случай Ну, тогда на следующей Тоже найдется такой палач Который будет Над жертвой издеваться Если вы не Сами не побеждаете Если внутри себя жертву Эта жертва будет везде В вашей жизни присутствует Жертва внутри человека А не снаружи Как бы вот это вот Надо понимать Ну, еще такая Иллюстрация Тоже, наверное, помните Сказку Михалкова о глупом мышонке Там Мать укладывала Ну, прочитай Нет, это не Михалкова А Самуила Маршака А, Маршак Да, сказка Маршака О глупом мышонке Я думаю, не будем мы ее сейчас читать Но Я думаю, все ее помните Мама укладывала мышонка спать И он говорит Ой, твой голос слишком тонок Кого-нибудь Найди мне няньку Вот она побежала Там тетю утку звать Тетю свинку Тетю лошадь И вот кто бы не пел Эту мышонку песенки Мышон все время Давал характеристику Нет, твой голос Голос не хорош Слишком Громко Слишком страшно Слишком грубо Но, в общем, все пели Как-то вот плохо В конце концов Мама находит Кошку И этот голосок Так хорош Что понравился И мышонку Кстати, как и сам мышонок Кошке понравился Потом Заканчивается Помните, когда Прибегает Душащипательный конец Прибегает Мама Кошка-мать Поглядела на кровать А, да Прибегает мышка-мать Поглядела на кровать Ищет бедного мышонка А мышонка Не видать Ну, а чего она ожидала Мышка-мать Приводя кушку Вот, вот знаете, что самое интересное Я вот помню свое ощущение От этой сказки Я, знаете, ну, как-то, знаете Память детская, она стирается Да, мы не все помним Из детства Но такие вот яркие эпизоды Я вот помню тот яркий эпизод Который я переживала Даже не на сколько мне было лет Когда мне сказку первый раз прочитали Я помню Я помню это Когда я спросила маму Я говорю, мама А почему бывают такие мамы Которые своих детей не любят? Если бы она любила своего мышонка Она бы отшлепала И сказала, спи сейчас же И вот интересно, знаете И недавно мы эту сказку проигрывали Давайте сейчас Прежде чем начнем про проигрывание Скажите, кто здесь палач, кто жертва? Они там меняются Они меняются Сначала был палачом конкретный мышонок, да? Маму загонял Все у него жертвы Потом А потом А потом стал жертвой от кошки Да И практически во всей этой ситуации То есть, в принципе, и ребенок в семье тоже может быть палачом А родители жертвы у него Это часто И часто так бывает Но в конце концов, смотрите Будет такой конец какой-то сказки Все получают по заслугам И мама получила по заслугам Не имела она права быть жертвой этой ситуации В конце концов, она стала палачом собственного ребенка Вот мы однажды в воскресной школе Когда были там С детьми решили вот эту сказку проиграть Ну, чем-то занять надо было детей И мы вот так роли распределили Проиграли сказку А потом А потом стали спрашивать детей Ну, какой персонаж больше всех понравился Какого больше всех не понравился Вы знаете, ни один ребенок не сказал, что ему не нравится кошка Коша всем понравилась Ну, как-то либо понравилась, либо нейтральная отношение коже А кто виноват, что мышонка съели? Вы знаете, все сказали мышка Мама Вы понимаете? Мы почему-то ожидали, что здесь он зовут мышонок Там один мальчик что-то там сказал Мышонка, говорит, нет, все-таки мама Она же должна быть умнее Допустила такое Да, вы понимаете? То есть вот эти все ситуации Они настолько жизни, настолько мудрая сказка маршака Вот Ее даже можно на группе зачитать Вот на библейской Знаете, по ней можно так хорошо порассуждать И ведь подобные ситуации в жизни бывают Если муж избивает жену Муж, будем так говорить, давлит над женой Давит ее У них не строится из-за этого отношения Она в постоянно угнетенном состоянии Она точно так же виновата Она из себя сделала жертву, она позволила А потом она перекрывает доступ к телу И уже она палач, а муж жертва Да? То есть вот эти вот роли Все, идет вот эта перемена ролей Да? А потом он перекрывает кислород А он ей перекрывает кислород А она ему Я тебе денег давать не буду, да, уже он палач, да Она ему перекрывает детей, там, вход в квартиру и так далее И уже начинает вот эта борьба И война 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 Есть мультфильм, видели, нет? Когда начали воевать, это, соседние из двора Уже аж пушки, ракеты, там, не видели Да Да, 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 кстати Хорошая иллюстрация Все, то есть вот это идет Стоит одному кому-то скатиться в позицию Либо палача, либо жертвы Потом другому очень тяжело устоять в нормальной позиции Он будет принимать соответствующее Ну вот я уже говорил, что если жена неправильно Вот, к примеру, Александра Реагирует на позицию мужа Стала жертвой Но ему тяжело остаться нормальным мужем Он станет в позицию главаря, конечно В позицию палача То есть два человека друг другу должны помочь Если даже где-то Понятно, что мы несовершенные люди Все равно мы где-то Перекосы допускаем Перекосы допускаем Вот, ну понятно, родители больше мудрости Понятно Но по мере того, как дети растут Они должны владеть этой информацией Чтобы родителям тоже помогать ТВ-семинари Благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное Христианское образование И формирование сотен служителей По всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ну и давайте посмотрим Что дальше пишет Экклесиаст По отношению движущей силы всего этого Почему мы хотим добиться успеха, власти Почему возникает вот эта вот зависть Также 4 глава читаю дальше Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах Производят взаимную между людьми зависть Но и это все суета и томление духа Глупый сидит, сложив свои руки И съедает плоть свою Да уж лучше горсть спокоим Нежели пригоршни с трудом и томлением духа Вот опять, да С одной стороны говорится, что да Плохо сидеть сложа руку, тогда ты глупый Но с другой стороны говорит Так лучше уж вообще мало иметь Да Но чтобы на сердце было хорошо Чувствуете, вот опять идут такие вот Конкретные противопоставления Казалось бы, одно противоречит другому Смысл не в богатстве и не в бедности А в душевном покое В общем, смысл найти Который производит зависть То есть получается, зависть-то все равно будет Всегда От нее никуда не убежишь Нет совершенных, нет святых на земле Но другое дело, когда мы это осознаем и начинаем Как, что-то совсем не делаем Все равно у соседа трава зеленей Ну как-то вот так происходит в жизни Вот сейчас очень модно телевизионное шоу Командные игры Когда, ну, например, слабое звено Или там сильное звено Как же он там называется Ну да, ладно Тут так, тусяк Его называют Но смысл такой, что вспомните Вообще, изначально эта игра создавалась Чтобы из игры выбывал кто? Слабое звено А в результате Чтобы побеждал сильнейший Да, у кого больше знаний Когда мы наблюдаем, мы видим, что Кто, как правило, кого выбрасывают из игры? Кто добрее и порядочнее Сильного выбрасывают Конкурента Потому что конкурент Да Вы понимаете, вот вы внимательно посмотрите Мы посмотрели буквально несколько программ И увидели, что Может быть, в начале Когда еще, может быть, люди не просекли Как бы всю эту ситуацию Но как только уже люди просекли Они стали хитрить И потом уже Потому что побеждает один Кто остался в самом конце А для того, чтобы ты выиграл Нужно кто-то умеет тебя удалить с пути Конкурент Конкретно убирают Да, убирают Последним героем То же самое Вот вы знаете, вы внимательно посмотрите Вот там действительно Вот наша человеческая сущность В этих командных играх Командных играх Это, конечно, не командные Командные Это когда все вместе Как одну цель Это не командные Это не командные Это каждая Это как побеждает сильнейший Это даже Это старная игра Побеждает сильнейший Да Это была доказанная сущность человека Опять, это что? Это как бы обратная сторона зависти И вот в исходе В 20 главе В 17 стихе Действительно Вот изложена Это заповедь, да? Не желай дома ближнего твоего Не желай жены ближнего твоего Ничего, что у ближнего твоего Вот эта вот заповедь Она оставлена в назидание И вот мы хотели бы зачитать стихотворение Вот послушать на эту тему Я не хочу прожить чужую жизнь Я не хочу испить чужую чашу Да что б там ни было Хоть радуйся, хоть злись Не променяя я судьбу свою На вашу Я не хочу поддакивать глупцам Чужим советом рыть свою могилу А по ночам грустить Как Авраам, держа в руках Чужого Измаила Своё призвание Как своя рубашка Ближе к телу Своя жена родней Своя постель теплей Храни своё Чтоб не перегорело Спасай мир Не повреди душе своей Я не хочу быть жертвой В чьих-то драках Мне не нужны чужие ордена Чужие роли в дорогих спектаклях Победа чья-то Или чья вина Я не желаю греться у чужих костров Учителя предать И извиняться робко И первородство продавать Свою зачечевичную похлёбку Внутри знакомый голос слышу снова Я возлюбил тебя, дитя моё Прошу тебя, не пожелай чужого В благоговении возлюби своё Вот такое замечательное стихотворение К автору этого стихотворения Разное отношение Это написал ледяев Но согласитесь, что человек талантливый И человек, которому действительно дано Вот это вот откровение Это мудрость Которую он может излагать В таких стихах Ну и дальше речь здесь идёт О пригоршне и горточке Которые есть в руке Интересно, что лучше Гоняться за журалём в небе Или всё-таки иметь синицу в руках Опять же зависит от натуры человека И бежать за журавлём Наверное, да Вот это тот самый баланс Если не иметь ничего И бежать за мечтой Она может так остаться иллюзорностью В твоей жизни Если иметь что-то этим Довольствоваться Ну, тогда как же насчёт мечты Вот здесь тоже, знаете Советуем вам взять Посмотреть мультфильм Приключений Бонифация Вот это же, знаете Потрясающий мультфильм Который можно на группе Вот разбирать И там все библейские истины Какие только могут быть Особенно вот изложены В Эклисясте Прямо вот все Вот в миниатюре изложены Гонялся-гонялся Он за этой рыбкой в отпуске Да, как он хотел её поймать И что у него происходило В результате Вот только пойдёт на рыбалку Тут его толпа детей окружает У него две мечты Это было с его искупаться И рыбку поймать Ему больше ничего не надо Этому бедному Бонифацию В отпуске И не давали ему Эти вот две мечты осуществить Да Все время вот То фокусы показывают То там скачи То Ну как в цирке Да Всю свою работу опять Ну сколько можно В конце концов Но что самая удивительность Мечта-то его сбывается В конце В конце, да Когда он падает в воду Выныривает И у него рыбка За пазухой Да То есть понимаете Вот как раз О чём мы Как-то вот говорили У нас было на недавнем В нашей уроке Такой вопрос Как бы вы хотели провести Да Свой выходной день Созерцая Делая добрые дела Или ну будем так говорить Просто наслаждаясь Вот у Бонифанца Как раз получился Идеальнейший вариант Его опыт Занимался любимым делом И Бог его вознаградил Тем, что он хотел Тем, что он хотел Ну и давайте мы теперь Вот предлагаем вам вопросы Для вашего личного размышления Первый вопрос такой В какой роли Вы чаще выступаете В роли палача Или в роли жертвы Ну и мы обозначили Вот такие Будем так говорить Разные Градации Разные жизненные ситуации Где вы? Вот как супруг Вы палач или жертва Со своим супругом? А с детьми Со своим ребенком Вы как? Палач или жертва? А с начальником? Чаще Понятно, что мы хотим Занимать такую нейтральную позицию Быть бескомпромиссными Такими, да? А нормальные отношения Строить? Так, в честности Ну все-таки Давайте вот С начальником мы жертва Или Мы жертва А с подчиненными? Палачи А в церкви? Ну в церкви тоже Понятие растяжимое, да? С руководством Скажем право Да, да С друзьями Ну это можно продолжить То есть оцените себя Каждый вот В данной ситуации Чаще Кем я бываю? Палачом или жертвой? Тут Здесь 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 С соседями И если вы Которые меня залили Которых я залил И если вы на своих группах Вот Которые вы проводите Да Даете задание на дом Вот как-то поощрите людей Чтобы Кто-то чем-то поделился Понятно, что есть слишком личные вещи И не все захотят лично делиться Но Мы обычно все время говорим Вы знаете, в следующий раз придете Будете готовы Чем-то поделиться Чем-то Вот Конкретно Если вы говорите, что Я жертва бываю с моими Подчиненными С подчиненными жертвами Например, да? Ну пусть человек расскажет Какие-то ситуации Потому что любая ситуация Может быть учебной Ну и второй вопрос У вас горсть Или Пригоршни Но с тамлением духа Или горсть с покоем Горсть и с тамлением духа Горсть и с тамлением духа И опять вопрос Почему? И вот будет вообще замечательно Да, если еще Как бы Объяснить Что вы имеете в виду Водель То есть действительно Все, что написано В эклисиасте Имеет вообще прямое отношение К нашей с вами жизни Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok